Приветствую всех по ту сторону экрана. Сегодня я решил влиться в тренды и тоже поговорить о проблемах Хардстона. Но сразу же спешу успокоить людей, которые видели какие-то ролики до этого, каких-то иных стримеров и блогеров. Я постараюсь здесь не повторяться и не говорить о 3А играх, либо о Steam магазине и прочим-прочим-прочим. Вообще постараюсь касаться вопроса цены по минимуму. Дело в том, что все же я более фри-то-плей игрок, и мой донат за все время в игру составляет порядка 2000 рублей закрытого бета-тестирования, что, конечно, не такая высокая сумма. И если для других стримеров является абсолютно нормальным покупать какие-то предзаказы, я этой услугой никогда не пользуюсь. Как вы уже, может быть, успели заметить, имею я 20 тысяч золота. И эти 20 тысяч я накопил за 4 месяца. То есть за один цикл, за один период дополнения. Что, на мой взгляд, совершенно колоссальная сумма. Не думаю, что вообще многим удавалось накопить такое большое количество. Потому что для этой суммы мне пришлось всего лишь раз я пропустил делик. Я постоянно входил в рейтинг лучших арены игроков Европы. То есть арена, она все же дает прибыль в золоте. Иногда это было даже по тысяче в день, в наиболее удачные дни. Там где 12, 12, 12. И помимо этого я стример, у которого 200 человек в друзьях, которые постоянно меня спонсируют деликами. И тоже, когда тебе дают 5 деликов в день, это очень-очень солидно. Поэтому обычному какому-то игроку накопить такую сумму практически невозможно. Однако, даже я с таким количеством золота ощущаю, что игра движется немножечко не в том направлении и причиняет мне дискомфорт. Ну, а для начала я хотел бы вам немного рассказать о манипуляциях Близзардов. Близзарды, они как настоящие политики. Они очень громкие заявления делают, какие-то обещания очень интересные, приятные для слуха игрока. Иногда высказывают, но при этом на 99,9% их волнует лишь собственная прибыль. И они пользуются таким приемом, как что-то они забирают, но при этом дают какую-то новую игрушку. Говорят, что вот мы вам даем вот в замену вот эту вот бесплатную классную штуку. А потом под шумок ее тоже забирают. На конкретном примере вам объясню. В начале этого года, года Мамонта, Близзарды вместо того, чтобы начать его с приключения, анонсировали дополнение. Путешествие в Унгбор Кратер, да? Джорнин Тунгора. Объяснив это тем, что просто будет не хватать карт. И что для этого, чтобы карт было много, чтобы можно было хорошо играть в стандарте, было разнообразие. Вот они решили, что сделают в этом году три дополнения. И не будет приключений вообще. То есть на тот момент они не говорили ничего о том, что будут приключения или нет. Просто вот сказали, что в этом году не будет. Но, говорят они, мы понимаем, что, конечно же, это дорого, что это будет очень тяжело игрокам покупать постоянно. И мы поэтому вам сделаем такое легкое облегчение в виде дополнительного бустера на арену. С, там, двух-трех побед уже, вы могли получить еще один второй бустер. И, ну, второй бустер другого дополнения, предыдущего. Потому что, как известно, что на арене всегда дается бустер последнего дополнения. Так вот, поначалу это работало очень-очень здорово. И, ну, грубо говоря, каждую четвертую-пятую арену, примерно, за статистику не буду ручаться здесь. Ну, так, по ощущениям. Вам всегда давали, значит, еще один дополнительный бустер. И, в принципе, все было классно. Но потом, постепенно, под шумок, этот второй бустер сняли. Они ничего не говорили, никаких не было блупостов, как, по крайней мере, я помню. То есть, они даже, в принципе, они его не вырезали. Они сделали вероятность его выпадания, там, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1. И, вроде как бы, о чем нам говорить? А он же остался? Остался. Но, по факту, получить его сейчас намного труднее, чем не покалечиться, положив руку на стол, завязав глаза и начав ножом бить по руке, да, между пальцами. Также, они, конечно же, говорили о том, что попытаются придумать какую-то систему компенсации, чтобы, значит, карты, которые уже в вольном режиме, чтобы вы могли их получить каким-то образом. Значит, эта идея уже год времени. На том же месте, где я и была при первых заявлениях. То есть, ничего сейчас, никаких слухов о ней нет. И, знаете, учитывая вот это их поведение, вспоминается еще один момент, когда сломался пятитаймер. То есть, пятитаймер это такая система, которая делала обязательным выпадение легендарной карты из 40 бустеров. То есть, если вам совсем уж не везет, как известно, что в среднем в одном из 20 бустеров у вас будет легендарная карта. Ну, если вам совсем уж совсем не везет долгое время, то на 40 вы гарантированно ее получали, легендарную карту. И в какой-то момент эта система сломалась. При этом, ну, значит, много людей начали возмущаться. А, значит, комьюнити Гордстона это тоже, как бы, особый организм, который может просто из ничего создать бешеную проблему. И она абсолютно была бы неправдивой. Ну, кого-то послушали, кого-то нет. Сказали, да ладно, это все. Паранойя. Но через какое-то время начали находиться люди, которые на конкретной статистике стали показывать, что действительно на 40 бустеров открыто, но легендарной карты нет. И тут Близзарды уже, вроде как бы, признали, что да, действительно у нас сломалось. И они возместили пылью. Всем людям, у которых, вроде бы, как бы не пришло за 40 бустеров. И, вроде бы, все ничего, но, учитывая их вообще поведение, их жадность, уже закрадывается сомнение. А правда ли сломалось-то? Или, может быть, в какой-то момент они решили, а вдруг авось прокатит? Уберем эту систему. Ну, и вернемся к нашей основной теме. Почему бунт возник именно сейчас? На мой взгляд, это связано с тем, что мы сейчас, все же, время предвыхода Кобальтов и Катакомб. И это станет уже четвертым дополнением к ряду. Сейчас я вам объясню, почему приключения это хорошо. И на то будет у меня три причины. Первая причина, это деньги. Говорить о них я не хочу, но упомянуть обязан. Дело в том, что приключения мы могли купить за сумму ниже цены предзаказа, даже предзаказа. Но при этом мы получали полный сет. А в предзаказе, как уже говорилось не раз, мы получаем там какую-то, не знаю, одну пятую, наверное, всего сета. Вторая причина, о которой уже хочется поговорить побольше. Это чисто психология. Вообще, период приключения, это островок спокойствия и свободы. Что я имею ввиду? Когда идет период дополнения, вы все свое золото, вообще все свои ресурсы должны тратить на паки нынешнего дополнения. Ну, как-то пополнять коллекцию, пополнять, пополнять. Ну, и в конце месяца вы там что-то оставляете на следующее дополнение. Или приключение. Что же касается приключения, то вы точно знаете, что вам нужно потратить определенное количество золота. 2800 или там 3500, как это было раньше. И вы соберете абсолютно все карты сета. Вы знали точно, что если вы будете делать столько-то деликов, то значит это все у вас будет. При этом, все остальное время, пока активно приключение, да, когда вот этот период приключения, вы можете тратить деньги, золото вообще на все, что захотите. Хотите на предыдущее дополнение. Причем это не так уж и важно, потому что если вы ходите на арену, вы получаете бустеры предыдущего дополнения. Поэтому, соответственно, и та коллекция, коллекция того сета, она тоже пополняется. Вы можете оставить золото на следующее дополнение, вы даже можете купить бустеры уже давно ушедших дополнений. Вы можете выбрать, у вас есть свобода. В системе же постоянных дополнений вы вечно бежите за морковкой. Вам нужно тратить, тратить, тратить на это, оставить кусочек на следующее, тратить, тратить, тратить в следующем, оставить кусочек на еще следующее. Вот так вот ваши ресурсы идут. И ничего хорошего в этом нет Плюс ситуация с новичками Либо с игроками, которые вернулись в игру То есть раньше, если у меня спрашивали Как вообще нужно развивать свой аккаунт в квартсоне Что я должен сделать Я мог дать совершенно четкий ответ Вы можете покупать бустеры Вы можете ходить на арену Но 80% ваших ресурсов Вам стоит потратить на приключения Купить сначала приключения Таким образом вы получите некий костяк в своей коллекции И уже далее вы немножечко встянетесь в игру Поймете, чем вы хотите играть И уже тогда вы будете понимать, что же вам нужно докупать Сейчас все намного труднее Сейчас ты входишь в игру Тебе нужно купить 10 бустеров каждого сета А после этого нужно придумывать, что же, как же, где же И, конечно же, это сильно отталкивает От новичков Ну и третий момент Вроде бы, как бы, в приключениях намного меньше карт Чем в дополнениях В дополнениях 135 В приключениях, ну там, 47-50, может быть То есть, более чем в два раза меньше Да, а то и в три Но при этом стоит отметить, что процентное соотношение Играбельных карт к общему количеству карт В приключениях намного выше, чем в дополнениях И поэтому, вроде бы, такая большая разница между количеством карт Она не так уж сильно и видна При этом, что мне всегда нравилось в приключениях В сравнении с дополнениями Приключения выходили постепенно Каждую неделю, там, в пятницу мы получали новое крыло следующего приключения Там, значит, какие-то в награду несколько карт получали И это было очень здорово Это было очень здорово и для меты Потому что, вот, недавно мы, например, получили карту Марин Лис И сразу же куча игроков начали пихать ее в ту или иную колоду Просто посмотреть, проверить Ну, новые карты, интересно же И то же самое было с приключениями Вам даются там, условно, 10 карт И вы их подставляете Какие-то новые колоды делаете И действительно, какие-то эксперименты происходят И так, целый месяц И после этого месяца Уже со всеми картами Все так же продолжались эксперименты В случае же с дополнением Вам в один день выкидывают просто 130 И моментально Большая часть карт сразу же отекается Все пытаются сразу же найти какую-то имбу Таких карт, на самом деле, очень мало в процентном соотношении И... Ну, многие карты, они просто вообще в никуда уходят Да и подобная мета, даже при большем количестве карт Она на самом деле успокаивается И становится стабильной куда быстрее Нежели с вот этим вот постепенным выходом Ну и, собственно, по этим трем причинам Я считаю, что приключения обязаны быть в игре И если другие стримеры Все время говорили о понижении цены Я считаю, что это не совсем корректный вообще Предъявок Близзардам В плане того, что Ну, ну ладно, ну давайте Ну, понизят они на там Два, три, пять процентов Десять процентов они понизят стоимость Ну что, это что-то изменит? На мой взгляд, не очень-то изменит А понижение В какие-то 25-50 процентов Ну... Я думаю, в это никто не верит вообще Мое же пожелание заключается в том Чтобы сложившаяся в начале Традиция приключений и дополнения Также и сохранялась И это сэкономит огромное количество Денег и золота игрока Поэтому я призываю вас Показать данное видео Тем, кто начинал этот бунт Зальтир, Феномен, Гнум Я верю, что эти люди Они действительно любят эту игру Действительно хотят что-то поменять А не просто Сделать видео Видео шик Да? Что-то похайпить, грубо говоря И забить Потому что только с какими-то конкретными Вещами можно Какие-то Высказывать требования разработчикам То есть Не то, что Ну как бы требования Потому что это звучит Совсем Радикально Но Все же, да Можно и пойти на условный Какой-то бойкот Условной игры Вот Спасибо За Просмотр И пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok